Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшные правды из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Ушел из дома и не вернулся. В Бобруйске пропал мужчина. Сгорел дотла. Пытались вернуть его к жизни. В квартире на Минской в огне погиб мужчина. И почему так важно быть заметным? Чтобы видели меня в темноте. Расскажем. Мы начинаем. Ночь с воскресенья на понедельник для жителей пятиэтажки на Минской выдалась поистине горячей. Примерно с двух часов ночи не спали все. Кто-то звонил в МЧС, кто-то пытался спасти свое имущество, а кто-то наблюдал и снимал на видео моменты пожара. Причиной тому стала одна из квартир на пятом этаже. Местные ее уже давно окрестили неблагополучной. Пьянки и драки здесь скорее правила, нежели исключения. Соседи долго боролись с беспределом, но на место всех поставил огонь. И, увы, выйти живым получилось не у всех. Полвторого ночи моя дочь читала, но я уже уснула. Хорошо, что она меня разбудила. Был угарный газ уже такой, ядовитый. Ну, мы выскочили на улицу. Пострадала ему сейчас. Короче, ну, паркет поднялся, спас диван, который питал всю воду. Текла по стенам. Самый первый звонок на пульт МЧС поступил от очевидцев, которые живут через четырехполосную Минскую. Спустя минуты бить тревогу начали и соседи, а позже одна из пострадавших. Она к тому моменту, почувствовав запах гари, вопреки всему проснулась и вышла в коридор. А вот сориентироваться дальше не смогла. В это же время молодой человек, который пожелал остаться неизвестным, на первом этаже уже спал, но сквозь сон услышал треск стекла. Он незамедлительно рванул по запаху дыма на пятый этаж. Дверь в горящую квартиру была не заперта. Открыв ее, мужчина наткнулся на плотное задымление. Но тут оказалась, кстати, сноровка. Наш герой раньше работал в МЧС. Он упал на пол, где еще оставался кислород, и в густом дыму увидел силуэт. Недолго, думаю, он схватил, как позже стало известно женщину, и буквально за руки вывел ее в подъезд. В тот момент к дому уже подоспели первые расчеты огнеборцев. Пол второго слышу за стенкой, у нас же стенки рядом. Я говорю, смотри, думаю, может малая стучит, ну детская. Потом слышу, воду давай, воду давай. Я скоро подскочила, балкона выскочила, а там уже детская дым. Я говорю, что у вас, у нас пожар. Однако в квартире оставались еще как минимум трое человек. Молодую девушку и ее друга, пока квартира горела открытым пламенем, спасал диспетчер МЧС, которому параллельно звонили сообщить о пожаре со всей округи. Заявительным связь шла до последнего момента, когда наши подразделения прибыли конкретно в составе звена к ним на балкон для их спасения. При помощи масок спасатели вывели девушку и ее сожителя с балкона. Все жильцы квартиры на Минской-91 сразу были госпитализированы. Однако уже днем после оказания медицинской помощи их отпустили домой. А вот хозяину квартиры не повезло от слова совсем. Его спасатели нашли на полу горящие комнаты и тут же передали в руки скорой помощи. Однако вернуть его к жизни врачи так и не смогли. Он скончался еще до прибытия медиков. Видели, как выносили жильца с этой квартиры, хозяина квартиры. Реанимационные действия производили. Достаточно долго пытались вернуть его к жизни. Причина пожара и его обстоятельства устанавливаются этим сейчас занимается следственный комитет. Когда на место прибыли первое подразделение, наблюдалось открытое горение. Пламя выходило из окна одной из комнат. В результате данного пожара огнем повреждено имущество в комнате, а также закопчены стены и потолок во всей квартире. МЧС в очередной раз напоминает, пожарный извещатель может сохранить жизнь вам и вашим близким. Хорошо то, что хорошо кончается. Именно так можно ознаменовать вторник для жителей улицы Социалистической, что возле роддома. Около часа дня рядом со 164-м домом во время ремонтных работ сотрудники теплоэнергетики обнаружили подозрительный предмет. Спустя пару минут специалистам стало понятно, перед ними мина. Естественно, все работы тут же пришлось прекратить. Серьезность ситуации объяснять никому не пришлось. Все понятно, рядом школа, а вокруг разрастающийся спальный район. Работниками нашего предприятия было сообщено в МЧС. МЧС уже сообщило во все сторонние организации. Милиция, скорая и разминирование. Значит, приехало разминирование, определили, что мина учебная. Учебная и противотанковая. Саперно-перетехническая группа, кроме того, обследовала уже разрытую яму на наличие детонаторов. Но больше ничего обнаружить не удалось. После чего макет саперы забрали с собой. К слову, взрывоопасные предметы в городе находят не впервые. 9 июля этого года на строительной площадке в 5-м микрорайоне обнаружили две мины времен Великой Отечественной. Очередное подтверждение исторических фактов нашло себя в этот же день, но уже на Ванцете. Там во время закладки труп возле дома номер 12 нашли снаряд калибром 100 мм. Его коммунальники сюда доставили вместе с песком. Саперы оперативно сработали и уничтожили снаряд на полигоне. А ведь он мог сдетонировать от сильного удара или теплового воздействия. Осколки в случае ЧП разлетелись бы на 600 метров и могли бы нанести серьезные увечья людям. Быть водителем ответственно. Однако дорожное движение, сложный процесс и безопасность зависят от поступков каждого. В Могилевской области в последнее время участились случаи ДТП с детьми. Накануне на бульваре Приберезенский под колеса машины попал двухлетний ребенок. И это уже третья авария за последние две недели с участием малолетних. Верно поступает тот, кто и в школу, и обратно лишь по правилам идет. Ребенок должен знать и предвидеть любую дорожную ситуацию. А этому могут научить только взрослые. Фликер, световозвращатель, ретрофлектор, ретроотражатель. Как его только не называют смысл, всегда один. Этот маленький элемент одежды в виде вставок, наклеек, значков, браслетов может сохранить вам и вашим близким жизнь. На расстоянии до 150 метров за месяц пешехода, велосипедиста, что в свою очередь позволит ему принять меры к снижению скорости и избежать дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГАИ неустанно напоминают, как важно не забывать о прежде всего своей безопасности и соблюдать правила дорожного движения. В Беларуси по 17 октября проводится профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Цель данной акции – профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием незащищенных участников дорожного движения. Пешеходов, велосипедистов, водщиков, гужевого транспорта. Именно для этого сотрудники района инспекции ГАИ отправились в Михалевский учебно-педагогический комплекс «Детский сад средняя школа», чтобы предупредить и вооружить фликером молодых мам и школьников. Теперь мы всегда будем носить фликер. Для ребенка это очень важно, и для коляски в любое время. Сейчас, так как темнеет рано и светлеет, поэтому детям очень нужна эта вещь. Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних волонтерами БРСМ правоохранители объяснили детям, как правильно переходить дорогу в темное время суток, пешком или на велосипеде, который, к слову, носили чуть ли не основное средство передвижения. Но тут нельзя не отметить – жители района в большинстве своем очень тщательно соблюдают ПДД. Без фликеров не ходят ни дети, ни взрослые, передвигаются на байках только по обочине. И здесь надо отдать должное – сработала профилактика. Спасает, потому что тогда водители видят, когда отражается свет от жилета, и тогда все видно водителям. Чтобы видели меня в темноте водители. Чтобы видели машину. А теперь ты будешь носить фликер? Да. А когда? Ночью. В свою очередь сотрудники городского отдела госавтоинспекции с той же миссией отправились к другой категории граждан. Совместно с Бобруйским отделом департамента охраны проводили профилактическую акцию для людей пожилого возраста и инвалидов в Центре социального обеспечения Первомайского района. По окончании акции всем присутствующим были розданы фликеры с символикой департамента охраны. В городе передвигаться в темное время суток проще. Почти везде фонари. И людей видно. Но это только кажется, что ты заметен. На самом деле не увидеть пешехода – дело нехитрое. Может ослепить свет фар встречных авто, сломаться, фонарь. Вариантов много, поэтому важно быть на чеку всегда. Такая сейчас обстановка, где переходить. Все надо, конечно, соблюдать. Тогда уже, как говорится, когда есть фликер, значит, все спокойно будет. Мне, как для водителя, очень важно, чтобы пешеходы использовали фликер. Действительно, это на улице тогда пешеход более заметен в темное время суток. Здесь же инспекторы департамента охраны пожилым людям рассказали о том, как можно сохранить свое имущество. Ведь нередко жертвами воров и мошенников становятся пенсионеры. Именно они часто открывают двери незнакомым людям, приглашают их в жилье. Особенно важно быть более бдительными во время переписи населения. Ушел на работу и пропал. В Бабрюйске вторую неделю ищут 43-летнего мужчину. 7 октября около 14.30 Сергей Воробьев вышел из дома на работу. Однако там так и не появился. Дома его тоже больше никто не видел. О его местонахождении и судьбе с тех пор нет никаких сведений. Основные приветы мужчины. Рост 177 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-голубые, волосы черные. Был одет в военную куртку зеленого цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем человеке, просят позвонить на номер 102, либо на номер поисково-спасательного отряда «Ангел», который сейчас на ваших экранах. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин